В предыдущей программе речь шла о комплексе неполноценности, которым страдают некоторые неевреи. Они думают, что евреи избраны не вопреки своим грехам и грехам своих праотцов, а за какие-то особые преимущества. Другими словами, что евреи сами по себе лучше неевреев. Некоторые даже считают, что евреям не нужно то спасение, которое предлагает нам всем мессия Иешуа. Дескать, евреи и так хороши, если они живут по своей торе, другой вариант, если они живут по своей особой еврейской совести. А Иешуа пришел исключительно ради неевреев. Мы говорили также о том, что одна из возможных причин, по которой этот комплекс образуется, это отсутствие богословия национальной идентичности в мессии. То есть нееврей, верующий в мессию, как правило, ничего не знает о своей уникальной роли, именно как нееврея. В то время как уникальность еврея, понятно всем, Израиль это ухоженная маслина, к которой через веру в еврейского же мессию прибываются все неевреи. Земля Израиля это посадочная полоса для мессии, который, возвращаясь с небес на землю, не зависнет на ней в воздухе, а поставит свои ноги на гору Елеонскую, которая в восточной части Иерусалима. И так далее. Ну хорошо, прекрасно, а в чем тогда уникальность поляка, русского, немца, испанца, верующих в Иешуа, или только евреи такие уникальные верующие? В чем их особое, в чем других народов особое национальное призвание в мессии? Об этом, если мы вообще и слышим когда-то, то очень мало и очень редко. Чаще всего протестанты говорят о том, что во Христе просто уже нет ни иудея, ни эллина, то есть во Христе Иисусе мы уже не русские, ни немцы, мы просто христиане. Такая у нас новая интересная национальность. Но если евреи в мессии, задаю я вопрос, если евреи в мессии остаются евреями, то почему русские христиане перестают быть русскими, становятся такими людьми без национальности? Не является ли это одной из причин того, что христиане не евреи комплексуют перед нами евреями, верующими в того же самого мессию Иешуа, но при этом не отказывающимися от своего первородства? Разве Бог лицеприятен? Конечно нет. Тогда почему в то время как мы, мессианские евреи, не устаем воевать за легитимность сохранения нами нашего еврейства, русские, немцы и другие христиане не евреи вообще ничего не говорят о своей национальной идентичности? Православные, кстати, в этом смысле отличаются от протестантов. Русская православная церковь очень старается сохранить в своих чадах национальное самосознание. Поэтому многие из них думают, теперь вопрос в том, как она это делает. Как она это делает, сейчас будет понятно. Многие из них думают, что русский автоматически означает православный, и православие это национальная религия русского народа. Более того, еще в 15-16 веках в московском княжестве была озвучена такая идея о том, что Москва это третий Рим. То есть Россия является, дескать, исторической преемницей Римской и Византийской империй, которые пали в свое время из-за отпадения от веры. То есть вот Святая Русь, она хранительница истинной веры, ну конечно же православной, говорят они. Ну вот как бы это оценить, как бы сказать помягче. Скромная, но с большим вкусом. Да, заявление такое, скромное, но с большим вкусом. Ну ладно, вернемся к протестантам. У них по большому счету нет ответов вообще, даже таких, как у православных. Нет ответов на вопросы о национальном призвании церкви в той или иной стране. Между тем, если бы эти ответы были, я убежден, что в мире было бы гораздо меньше немецких, польских и русских, и финских, и прочих христиан, комплексующих перед евреями и доходящих до такого отчаянного шага, как ги-юр, то есть обращение в иудаизм. Я не утверждаю, что у меня есть ответы на все вопросы, касающиеся этой темы, но хочу, по крайней мере, попытаться найти подходы к этим ответам. Прежде всего, я убежден, что уникальное национальное призвание в Мессии есть не только у евреев, а и у неевреев. Откуда же у меня такая убежденность? Я отталкиваюсь от аналогии между национальной идентичностью и полом. Шауль, например, пишет так. Он пишет, что муж должен любить свою жену, но не просто любить ее, а любить так, как Мессия Ешуа любит свою общину. То есть жертвенной любовью. Ешуа пожертвовал собой ради нас. Соответственно, пишет он, и женщина, жена должна чтить своего мужа так, как мессианская община чтит своего Господа. И вот это что-то гораздо большее, чем просто любовь и уважение, о которых говорят, в принципе, как светские люди, так и исповедующие какую-то другую веру. То есть, можем сказать, что в Мессии любовь мужа к жене и уважение женщины к мужу выходят на принципиально новый уровень и достигают своего максимального потенциала, можно так сказать. То есть, их взаимные роли намного серьезнее. И это вполне разумно, потому что именно в Мессии все, что Господь Бог создал, обретает свою полноту. Опять-таки, как написал Шауль, вы имеете полноту в нем. И поскольку разделение человечества на разные народы и образование еврейского народа, это все дела рук того же самого Господа Бога, который создал Адам и Еву, мне кажется, вполне логичным предположить, что свое особое национальное призвание в Мессии есть у каждого народа. Оно есть в принципе у каждого народа, но в Мессии это призвание достигает своей полноты. А есть ли на это хоть какие-то указания в Писании, можно задать такой вопрос. Или же вот это предположение, это просто сплошные общие рассуждения, высосанные из пальца. В 45 главе книги пророка Исаии есть очень интересные слова, которые Господь Бог говорит персидскому царю Киру. Так говорит Господь помазнику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресла царей, чтобы отворялись для тебя двери. И ворота не затворялись. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Насколько я знаю, это единственное место в Танахе, когда сам Господь Бог называет своим помазанником неевреем. Он говорит также, что Кир сыграет в геополитике какую-то очень важную роль, причем с единственной целью, ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего. Что же это была за роль? Из библейской истории мы знаем, что именно царь Кир в начале своего правления над Вавилоном, после захвата Вавилона, издал указ, согласно которого евреи, жившие в его империи, должны были отправиться обратно в землю Израиля, чтобы восстанавливать разрушенный за 70 лет до этого вавилонским царем Новых Доносором Иерусалимский храм. А восстановление храма было совершенно необходимо для того, чтобы грядущий миссия Израиля и спаситель человечества смог исполнить свою миссию. Кир и его империя – это лишь один пример того очень важного принципа, о котором пишет в своей книге «Евангелие царства» американский богослов Джордж Элден Лед. Я зачитаю цитату из этой книги, коротенькую. Наиважнейшее значение Египта, Осирии, Халдеев и других народов Древнего Ближнего Востока заключается в их отношении к одному единственному крошечному народу – Израилю. Бог возвышал и низвергал их для того, чтобы совершать свою волю об Израиле. Он создал этот народ и хранил его. У него был план, и он действовал по этому плану на протяжении истории. Мы называем ее историей искупления. Другими словами, Бог действовал в истории в соответствии с планом искупления всего человечества, но стержнем этого плана был народ Израиля, в котором должен был родиться миссия и спаситель. Но это не значит, что у остальных народов вообще не было никакой роли. Она была, у каждого своя, возможно, не у каждого народа. Его роль прописана черным по белому в Библии так же ясно, как у народа царя Кира. Верник, а не каждый народ древности имел к Израилю такое же непосредственное отношение, как Египет, Вавилон и Персия. Однако я убежден в том, что Бог, сотворивший мир, которому у каждого творения есть свое уникальное предназначение, что этот Бог хорошо подумал о том, зачем именно ему нужны китайцы, индийцы и якуты. Вы скажете, ну хорошо, предположим, все это действительно так. Но миссия давно уже пришел и выполнил свою задачу. А что сейчас? А сейчас история искупления продолжается. И она не завершится до тех пор, пока миссия еще не вернется на землю и не установит здесь свое царство. Чем же определяются различные уникальные роли, то есть призвания разных народов сегодня? Сегодня история искупления совершается прежде всего через тело миссии. Утверждение Леда о древних народах Ближнего Востока можно перенести один к одному на сегодняшнюю ситуацию. Если добавить в этом утверждение к Израилю слова «тело миссии». Бог возвышает и низвергает народы и целые империи для того, чтобы совершать свою волю о теле миссии Ешуа и о еврейском народе. Великолепный тому пример из новейшей истории – распад бывшего Советского Союза, свидетелем которого было наше поколение. Можно искать причины распада этой империи зла, как назвал ее в свое время один из американских президентов Рональд Рейган. Можно искать ее в играх с ценами на нефть, где угодно еще. Но истинных причин распада СССР было две. И они прописаны в Священном Писании, черным по белому. Во-первых, Танак говорит о том, что в свое время Бог Израиля соберет свой народ из всех стран, в которые изгнал их. Пророк Иеремия, то есть Иеремия, даже особо отмечает исход из страны Северной. Если посмотреть на карту, то Москва находится от Иерусалима прямо на север. Так что вот первая причина – дать возможность бывшим советским евреям вернуться в землю Израиля. Во-вторых, Священное Писание говорит совершенно ясно о том, что благая весть Ешуа должна быть проповедана всем народом. А советский режим не разрешал верующим в Ешуа свободно исповедовать свою веру и говорить о ней. Миллионы людей не имели возможности услышать о том, что они – создание Божье. Что творец их любит так сильно, что пожертвовал ради их спасения собственным сыном. И поэтому в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого столетия на границах СССР, бывшего СССР, образовалось два встречных потока. Поток уезжавших на ПМЖ евреев и поток миссионеров, ехавших в страны бывшего Союза с библиями, христианской литературой и желанием рассказать о Ешуа тем, кто не знал, что он действительно воскрес из мертвых. Что это не просто какая-то православная присказка «Христос воскрес», которую приговаривают, даря соседям на Пасху крашеные яйца. Если вернуться назад во времени, немного дальше, и поискать примеры стран, которые вошли в историю не под таким негативным названием, как «Империя зла», то можно обратить внимание на Англию. Англичане вообще, и английские христиане в частности, могут гордиться своей национальностью за то, что именно их предки в XIX и начале XX века были божьими инструментами для восстановления современного Израиля. Английские реставрационисты, так называемые, были, если не первыми, то одними из первых современных христианских сионистов. Они же были одними из первых, кто создал специальную миссию для проповеди евреям благой вести о Ешуа. Она называется CMJ, Church Ministry to the Jews, служение церкви евреям. Несколько лет эта организация отпраздновала, несколько лет тому назад эта организация отпраздновала свое 200-летие. Болгары могут гордиться своей национальностью за то, что их церковное и политическое руководство нашло в себе мужество в годы Второй мировой войны занять твердую позицию в отношении болгарских евреев, когда нацисты требовали их выдачи. И так далее. Может быть вы скажете, ну а что делать самим немцам? Что делать полякам? Во веки стыдиться своего антисемитского прошлого? Нет. Покаяние необходимо, конечно. Но, во-первых, в каждом народе были праведники мира. Люди, которые спасали евреев от нацистских преследований. Прекрасные ролевые модели для нас с вами сегодня. Во-вторых, жизнь не в прошлом, а сейчас. Никогда не поздно начать благословлять Израиль, как это делают массы немцев и поляков. Причем делают это именно как немцы и поляки, а не как немецкие и польские фанаты еврейства, готовые обменять собственную национальную идентичность на еврейскую. Только им предложи. Ну и, наконец, у каждого народа есть своя уникальная роль в распространении Царства Божьего на земле. Ведь у каждого народа есть свой уникальный национальный опыт, характер и темперамент. И это от Бога. Как я уже сказал, мы мало слышим об этом. И я не могу сказать, в чем именно заключается роль каждой страны. Куда пальцем не ткни, я вам все распишу. Нет, это не для меня. Но совершенно ясно, что она есть. И с ней, с этой ролью должна быть связана национальная идентичность верующих страны. Им не нужно завидовать призванию Израиля, потому что у них есть свое собственное, уникальное мессианское призвание. И если оно не записано в Библии так же ясно, как записано призвание Кира, это значит лишь одно. Нужно спрашивать о нем Господа и ожидать получить ответ. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.gazisdefismedia.tv Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте.